Приветствую православные! 6 августа, воскресенье, и мы продолжаем читать Евангелие с церковью на площадке Росской понаписной школы. И сегодня, в воскресенье 6 августа, чтение мы изберем рядовое. То есть понятно, что есть чтение благоверным князьям, есть чтение мученикам и мученице Христины Тирской, например. Но мы условились, что мы идем по рядовым чтениям, поэтому мы чтение праздничное и исключительное опускаем и читаем 59-е зачало Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 по 34 стих. И тутчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, видев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь это я, не бойтесь. И Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйди из лодки, и Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав, вот опять запричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер, руку поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих, и бывшие уже в лодке подошли и поклонились ему и сказали, истинно ты, Сын Божий. И переправившись, прибыли в землю генисаретскую. Опять же, мой любимый припев. Столько нюансов, что мы не рассмотрим из-за пасторский час, поэтому кратко по основным моментам. Во-первых, посмотрите, мы в состоянии учеников, потому что, смотрите, в четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ночь делилась на четыре стражи. С шести вечера до девяти вечера, с девяти вечера до полуночи, с полуночи до трех утра, и с трех утра до шести утра вот ночи прошла. То есть, это четыре ночных стражи. Ну, кстати, четыре караула по три часа, как раз и не устают люди, и готовы пресекать беззаконие, и в то же время не выматываются. И, заметим, вот лодка посередине моря, ее било волнами, ветер был противный, и не сразу, то есть, напомню, да, не в первую сразу, с шести до девяти вечера, не во вторую, с девяти до полуночи, не в третью, с полуночи до трех часов. Представьте, вот мы с вами плывем и гребем, да, то есть, с шести вечера, и вот уже три часа ночи минуло, а мы выгрести не можем. Вы представляете, в каком состоянии мы находимся? Это как раз про церковь, когда люди говорят, «Господи, да где же ты? Господи, ты же посмотри на нашу эпоху, посмотри, коронавирус, СВО, санкции, все вот это вот, ну, Господи, где же ты?» Нас и так швыряют нашу утлую латчонку, наш семейный бюджет латанный-перелатанный, «Ну, Господи, ну где же ты?» И пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились. То есть, Господь пришел, и что же это? И те, кто, кстати, заметим, не ищут чуда, они, когда видят чудо, они пугаются. То есть, ученики не были готовы к чуду. Они были измотаны, они были напуганы, и Господь приходит их спасать. И это призрак. Это когда кажется, что Господь нас покинул, и что благовестие – это призрак. Ну, ладно, был хороший человек в первом веке, и вот на рубеже тысячелетий это случилось, но к нам-то он не придет. То есть, это вот наши обычные искушения, что Господь далеко, Господь не слышит, Господь не придет. Вот Евангелие – это призрак, и то, что вот, ну, не имеет отношения к реальности. И Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, обудритесь это я, не бойтесь. И тут тоже интересный момент. Петр говорит, можно я пойду к тебе? И, видя сильный ветер, ну, спросите любого ребенка, да, можно ли увидеть ветер? Оцените, вот как в малых словах сказано очень великое. То есть, гребем, устали, Господи, где же ты? И Господь приходит и говорит, вот я. И Петр говорит, то есть, это не Господь говорит, иди ко мне по воде. А Петр говорит, я хочу идти к тебе по воде, благослови. И Господь говорит, хорошо, иди. И Петр, начиная идти по воде и не утопая при этом, он увидел ветер и испугался. Ну, как можно увидеть? А это вот наши пустые страхи, когда мы говорим, Господи, а можно мы вот это сделаем? И Господь говорит, ну, хорошо, делайте. Это не Господь говорит нам, делайте невозможное. А мы говорим, а можно нам вот это? А можно нам вот это? А можно, 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 можно? И Господь говорит, ну, хорошо, делайте. Испугался, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простел руку, поддержал его, и говорит, маловерный, зачем ты усомнился? То же самое. Это очень важный момент. Не наоборот, сколько бы из нас, если бы кто из наших знакомых и друзей напортачил Друг не подрасчитал, в походе упал в реку Вот что важнее сказать, эх, Кирюха, и потом уже полезть, вытаскивать его из реки Или же сначала его вытащить и сказать, ну что же ты Это же тоже отношение к человеку Господь мог сказать сначала, маловерный, зачем ты усомнился И потом простереть руку Но Иисус тотчас простер руку, поддержал его И только потом сказал, маловерный, зачем ты усомнился И когда они вошли в лодку, ветер утих И вот да, мы гребем, и типа спасения нет, и мы устали Мы уже ветер начали видеть Кто бы нам сказал, что он видит ветер Мы бы сказали это, ты бы поспал или таблеток бы принял, что ли Но вот после того, как Господь пришел, и все успокоилось Это пусть и будет темой для размышлений на сегодняшний день Берегите себя и возвращайтесь завтра в православный Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому